Жилье разваливается, в квартирах холодно, остановки установлены не по уму. Ответственные лица исполнять свои обязанности не торопятся, на жалобы жильцов не реагируют. Смотрим, на что коммунальщики закрыли глаза в этот раз. Трещина, пронизывающая дом от первого до последнего этажа, проблема серьезная. Как живут люди с риском для жизни, почему не боятся и не хотят уезжать из своих квартир, и каким способом их хотят выселить? Мне уже раз в пять звонили, и прямо вот, так вот, знаете, давят прямо, выезжайте, выселяйтесь, иначе останетесь вообще без всего. Дождь и снег настоящему сибиряку нипочем. Видимо, поэтому после дорожных работ на улице Кавалерийской решили – остановка не нужна. А здесь люди стоят, едут в город и ждут на холоде, на ветру, не присесть, ничего. С виду ничем не примечательный подъезд одной из многоэтажек города Бийска. Однако около 10 лет назад дом был признан аварийным, и теперь жильцов просят покинуть их квартиры. Кооператив купили за свои деньги, собственники и собственников. Выгоняют. Вот представляете, мы купили у государства эти квартиры, нам давали суду, мы за нее все молодые годы рассчитывались, то есть в то время как всем остальным подарили квартиры, а мы их купили. Проблемы в девятиэтажке 83-го года постройки начались еще в 2003 году. Причина тому – землетрясение. Тогда и появились первые трещины на фасаде. В 2013 году дом признали аварийным и подлежащим реконструкции. Тогда жители потратили около полумиллиона на экспертизу и план укрепления наружных стен. Вот наш, допустим, первый подъезд, он вообще не аварийный никакой. Он на хорошем грунте, вот они, скажут, мы живем, вообще никакой не аварийный. Люди уверены, что жить в доме не опасно. Трещины не расходятся, маячки стоят на месте. Но признают, что ремонт дому необходим. Однако у жителей нет средств привести в порядок большое трехподъездное здание. Возложили обязанности на собственников. Но в России даже такого нет ни одного случая, чтобы собственники девятиэтажный дом ремонтировали. Это просто абсурд. В администрации БИИСКа дали понять, коль реконструкцию жители не провели, земельный участок под домом подлежит изъятию, как и квартиры. Собственников включили в программу по переселению из аварийного фонда. Там вообще ужас. Мы поедем вкрашенные стены, в жестяные ванны. Еще и здесь все оставляют и ничего не видят. Малосемейное общежитие, длинные коридоры, 11 квартир на этаже. Как в школу вообще ехали с общежитиями так. То, что предлагают нам для растерения, какие квартиры нам предлагают, это совершенно не соответствует. Люди говорят, денежное возмещение, которое в таких случаях тоже предполагается ниже реальной стоимости их квартир. И купить равнозначное жилье будет невозможно. Кроме того, смущает то, что дом все-таки подлежит реконструкции. Нам неизвестно, что они планируют, потому что они это скрывают. Несколько запросов было именно конкретно, чтобы они сказали, что будет с нашим домом. Если это будет снос, то действительно все так страшно и здесь проживать действительно нельзя. Это один вопрос. Мы будем плакать, но уже, как говорится, деваться некуда. Но когда в наших квартирах будут проживать другие люди, нам это непонятно. По словам жильцов, им постоянно звонят из мэрии города и настоятельно рекомендуют покинуть свое жилье. Больше половины подписали петицию о том, что выезжать из своих квартир не желают. Несогласные с решением уже не первый раз судятся с администрацией. Орган власти обязан обследовать такие дома с определенной периодичностью, особенно в зимний период. Потому что, когда морозы усиливаются, то, соответственно, и жилое помещение, жилой дом может приходить в непригодность быстрее. Если не будет установлено и органами власти, что вот все, совсем повышенный риск оставаться, тогда, безусловно, они и предписания будут выдавать, и выселять уже, предоставлять другое временное жилье. А так вот до момента разрешения этого либо в суде, либо в административном порядке. Пока режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации не объявлен, люди берут риск на себя, оставаясь в аварийном доме. На наше обращение администрация БИСКО ответила, цитируем, «В сентябре 2021 года на запрос о разработке документации для выполнения работ по реконструкции даны разъяснения об отсутствии возможности приведения дома в состояние, соответствующее требованиям технического регламента о безопасности зданий. Решение о дальнейшем использовании дома будет принято после дополнительного обследования. Но о сроках его проведения ни слова. Дорогу отремонтировали, а вот остановку поставить забыли. Или не забыли, а поставили не на той стороне. Ждать автобус жителям этого района приходится в павильоне через дорогу. Ну это просто смеху подобно. Ну где нет народу поставили новые красивые, а где народ стоит по полчаса. Такой павильон красуется на улице Кавалерийской, остановка гаражи. Однако это предпоследняя станция маршрутов 24 и 57. Люди выходят и идут по домам. Вряд ли кто-то ждет автобус, чтобы проехать до конечной одну остановку. У нас все летом сделали вот эту дорогу и пешеходную дорожку все сделали. Все нормально сделали. Но остановку почему-то предпоследнюю поставили сюда, а вот которая основная, ее вообще не поставили. Вот здесь я сижу, второй группа инвалид, и смотрю, когда пойдет автобус. А потом бежите. А потом бегу. А тут машина вот так. Это что? И не одна, я так делаю. Нам обещали, что к 30 октября остановка будет восстановлена. Воз и ныне там. А теперь уже они ничего не обещают. Контроль-то ведь должен быть. Ну какой же это контроль? Вот теперь нам даже не старую не вернули. Хорошо, пусть убирают эту, ставят на то место. Здесь вот никто не сидит. Да они если вернут, то где-нибудь с помойки выкопают. В профильном комитете администрации города нас заверили. До конца года проблема будет устранена. Средств на остановку не было предусмотрено, поэтому нашли другую. Да, не новую. Ее пока приводят в порядок. На сегодня все. Если у вас есть коммунальная проблема, звоните нам в редакцию телеканала Толк или пишите в социальных сетях. Увидимся в новом выпуске. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...